Итак, Сергей Ларин, один из лидеров оппозиционного блока. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, на самом деле, вы сейчас в уникальной ситуации. Новость сегодняшнего дня, мы много об этом говорили. Партия регионов, ну, практически самоустранилась политическая арена, решила, что баллотироваться они не будут. И так получается, что, по сути, вы заняли эту нишу. Что теперь делать будете? Я вам хочу сказать, вот сегодня состоялась такой форум оппозиционных сил и был, по сути, создан оппозиционный блок, в состав которого вошли несколько политических партий, общественных организаций, просто люди, гражданские активисты. И разговоры шли о том сегодня, в основном, о войне. Выступали люди из различных регионов, из Донецка, Луганска, Львова, Винницы. И все говорили о войне. Все говорили о том, что нам нужна единая Украина. Все говорили о том, что нам необходима проукраинская, серьезная, сильная оппозиция. Все говорили о том, что необходимо восстановить мир. Поэтому те люди, которые сегодня объединились, объединились в объединенный блок, в оппозиционный блок. Два ключевых тезиса. Первый. Мы за мир, мы против войны. Второй. Это мы за единую Украину. Но Украину, в которой каждый человек, каждое село, каждый район и каждая область будет чувствовать себя защищенной и будет чувствовать себя комфортно. Первый путь говорят о том, что надо биться до последнего патрона. Кто-то говорит, что нужны переговоры. Ну, вот этот городок, аналог такой серой зоны, которую предлагают. Ваш выбор? Вы знаете, я посмотрел только что этот сюжет, этих людей, и я сразу представил своих родителей. Мои родители, мои родственники живут в такой же зоне. Они сегодня находятся под обстрелами, они сегодня находятся под угрозой для их жизни. И для тех, и для многих людей, которые сегодня выступали, тоже многие родственники, родители живут сегодня в зоне войны. Они остались там? Да, остались родители, не захотели уезжать. Они сказали, мы здесь родились, мы здесь жили, и если так суждено Богу, то мы здесь и останемся. Поэтому для многих политиков, которые выступают с этих трибун, война – это игра. А для меня это не игра. Там находятся мои родители, находятся мой брат, мои родственники, мои друзья. Как распутывать это все? И спросите, я хочу сказать, что спросите их. Вот, вы слышали, да, о чем говорила сейчас женщина? Они все хотят одного. Они хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят мира. Они держатся за это хрупкое перемирие, где уменьшилось количество обстрелов, как за последнюю ниточку. И мы сегодня, наша сила, наш оппозиционный блок хочет действительно стать тем мостом или тем звеном, которого сегодня не хватает. А не хватает сегодня власть, не понимает жителей Юго-Востока и Донбасса, а люди не доверяют власти. Сегодня они говорят, у нас же есть президент, есть парламент, пожалуйста, сделайте, премьер-министр, сделайте все, чтобы у нас был мир. Мы готовы оставаться в Украине, мы никуда не хотим. Мы здесь родились, мы здесь работали, платили налоги, растили детей, не надо стрелять. Сергей, ну вот когда они говорят, сделайте все, а это их точка зрения, вы политик, вы, наверное, должны понимать, сделаете что. Что можно сделать для того, чтобы это перемирие, оно стало прочным миром? И насколько это вообще возможно? На свой вопрос два варианта ответа. Первый вариант. Нет ничего лучшего во время войны, чем перемирие. И нет ничего лучше, чем переговоры. Я предлагаю переговоры, это мы предлагали месяц назад, я лично два и три месяца назад. Переговоры с кем угодно для восстановления мира. А что касается тех людей, которые сегодня находятся там, где идет война, это они должны спросить у власти. Вы 200 дней находитесь у власти, президент уже 100 дней. Что вы сделали для того, чтобы не рвались снаряды, чтобы каждый день не гибли люди, чтобы каждый день не калечились и солдаты, и мирные, и так далее? Что власть делает? Если вы не можете власть, не можете справиться с этой ситуацией, уйдите, скажите, мы не можем. А у нас сегодня правительство в полном составе идет парламент. Что за игры? Хотят опять получить дополнительные какие-то преференции во время войны? Вы мне скажете по поводу парламентских выборов. Вот на этой ситуации в Луганской, Донецкой областях удастся ли провести выборы, удастся ли провести голосование? Да, ну какие выборы? Ну, посмотрите, если мы считаем, и власть считает, что это украинская территория, где беженцы сегодня исчисляются сотнями тысяч, где не будет возможности не под дулами автоматов провести выборы, о чем мы можем говорить? Мы считаем, что проводить выборы в условиях войны по меньшей мере недальневидно, по большей степени преступно. Зачем сегодня эти выборы? Если не будет представлен, а он уже есть такие предпосылки, что Донецкая область и Луганская область не будет представлена в полном составе в следующем парламенте, то эти выборы будут как минимум или не легитимными, или значит этим людям, которые живут на этой территории, не надо представительство Верховной Рады. Тогда они будут считать себя в конец оставленными Украиной, украинской властью. Ну, послушайте, это не совсем правильная все-таки постановка вопроса, зачем нужны эти выборы, вы же тоже на них идете. Скорее всего, надо задумываться о том, как решить эту проблему, как сделать, чтобы люди смогли проголосовать, чтобы эта территория не оказалась отрядом. Я с вами абсолютно согласен. Кто проводит выборы во время войны? Сегодня хрупкое перемирие. Никто не знает, что будет дальше. Я не вижу серьезных шагов со стороны власти по установлению долгосрочного мира. Что должно быть сделано? Что может быть сделано? Вот вы ждете этих шагов? Каких именно? Я еще раз повторю, власть должна вступить в переговоры. В переговоры. Честно, вот я становлюсь на сторону этой женщины, которая говорит, оставьте нас в покое. Мне все равно, с кем вы будете вести переговоры. Вы же избраны. Мы в оппозиции, друзья. Я не знаю, кто с кем договаривается. Я читаю, точно как и вы, и узнаю из интернета, что происходит, кто с кем переговаривается за этой ширмой. Вы власть, вы президент, вы премьер-министр. Вы принимаете меры, обеспечьте безопасность людей, которые живут на украинской территории, которые хотят жить в Украине. Сергей, у меня есть прямой вопрос, если можно коротко и честно. Вот так случилось, что ваша сила теперь, по сути, в политическом пространстве заняла то место, которое было у партии регионов. А чем вы отличаться от них будете? От партии регионов? От чем мы будем отличаться от партии регионов? В нашей сегодня оппозиционном блоке представители многих политических сил, совершенно разные люди. И я, честно говоря, не хотел бы, чтобы нас сравнивали с партией, с одной партией, со второй. Наша задача сегодня, первое, восстановить мир. Второе, чтобы мы жили в единой Украине. И третье, чтобы власть услышала людей, которые живут на юго-востоке. Мы должны сегодня защищать интересы юго-востока, придем к власти, мы также будем защищать интересы людей, которые живут в центре и на западе. Ну, в этом наша миссия. Спасибо за разговор. Спасибо большое. Ну, на самом деле, нам важно было, чтобы вы сегодня увидели разных политиков, у которых разные, иногда кардинально противоположные. Постовьте буквально, да? Спасибо. Ну, чтобы вы услышали разных политиков, у которых разные, иногда кардинально противоположные мнения о том, что же все-таки делать с Донбассом. Но выбирать и руководство страны, и нам с вами какую точку зрения поддержать.